Друзья, всех приветствую. Сегодня для платформы «Фабрика новын» мы с Михаилом Шейтерманом обсуждаем последние новости этих часов. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Наташа. Ну, начну с того, что Путин ввел военное положение уже в четырех оккупированных областях. Означает ли это что-то на практике, с вашей точки зрения? Или, собственно говоря, ничего не поменяется? Да нет, по-моему, вообще ничего не означает. И, кроме всего прочего, заметьте, значит, он ввел в четырех областях вот это военное положение, а еще, по-моему, в восьми областях он ввел какое-то положение там средней тяжести или что-то такое, я уж не помню, среди которых все наши приграничные области и плюс оккупированные Крым и оккупированные Севастополь. И, по сути, если посмотреть, я, конечно, не разбираюсь в российском законодательстве, я опираюсь только на то, что говорил лично Путин, получается, что он зафиксировал то, что и так, причем давным-давно происходит. Ну, понимаете, там. Какой может быть речь о военном положении в, там, не знаю, в Донецкой области? Да мы в Донецкой области воюем уже восемь месяцев. Военное положение в Херсонской области? Ну, несерьезно, да, тоже восемь месяцев. Что еще там есть? Например, вот среди его указов, значит, надо усилить охрану каких-то там объектов. А, типа, вы до сих пор не охраняли, видимо, эти объекты. Ну, несерьезно, война идет. Что там еще? А, переселить. Возможно, обеспечить перепещение. Возможно, насильственное переселение, по-моему. Там не написано слово насильственное, естественно, я думаю. Просто переселение жителей приграничных районов и так далее. До приграничных районов жители давно сбежали из Белгорода, естественно, они просто сбежали. Они же там сидят, там, обстрелы, перестрелки каждый день. Нет там никаких уже этих жителей. Поэтому все это, по факту, уже произошло. И они сейчас просто фиксируют то, что произошло. Вот и все. Вот и все, что происходит. И что там еще было из этого? Ну, вот самая удивительная фраза, по-моему, из всего, что он сказал. Это про четыре нашей оккупированной области. Наладить немедленно производство необходимых товаров. Какое наладить? Какие товары? Там Хаймарсы бьют каждый день у них. Они там проехать по мосту не могут. Какие товары? Куда их производить? Куда вы их девать будете? О чем вообще? В каком космосе живет этот Путин? Поэтому, вы знаете, у меня был этот шанс обдумать это за последние какие-то буквально прошедшие десятки минут с момента его выступления. И я системно вдруг заметил одну всего вещь в этом всем его выступлении. Вы понимаете, что оно оборонительное? Полностью. То есть, президент Российской Федерации не сказал, мы освободим Запорожье, например, которое они считают своим городом, правильно? Он не сказал, мы освободим Славянск. Не сказал. Он сказал, мы... Что мы там сделаем? Мы не дадим, грубо говоря, захватить вот это. Или там, понимаете, да, это была чисто оборонительная речь, речь оборонца, который рассказывал о том, как он будет вести оборонительные действия, а не наступательные. Вот ведь, что самое интересное. А, Михаил, есть и другие признаки паники. Наступление генерала Суровкина, этого, да, Суровикина, вот, а какие-то идиотские ролики с Трюмосом, они как бы делают такие довольно нервные заявления о том, что в ближайшие дни начнется наступление украинской армии на Херсон, предлагают населению покинуть районы боевых действий, предупреждают о разрушениях и прочее, прочее, все такое прочее. Все говорит о том, да, что они морально, ферсоны. Знаете, этот набор выступлений, он действительно очень странный. Все, что произошло за последние два дня, там выступление и Стримаусова, и вот этого Сальда, и этого Суровикина, и еще одно интересное выступление, человек, все время фамилию его забывая, премьера Хуснулина. Хуснулин еще выступал, с большим выступлением, интересно. И вы знаете, из всех вот этих я пытался как-то собрать какую-то картину полноценную, но больше всего мне дал Хуснулин. Хуснулин стоял на фоне логотипа в Государственной Думе, то есть он, видимо, где-то там выступал. И он долго и подробно, а он такой технократичный чиновник, он в основном-то воровал, он подельник Собянина по воровству со строительства в Москве, а потом переведен на строительство по России и строительство по оккупированным территориям. И он рассказывал о том, что каждый, все или наоборот, тот, кого захватили россияне и увели в плен, ну, имеется в виду не пленные военные, а вот кого они угонят в Россию из Херсона и так далее, получат ваучер на то, чтобы купить квартиру либо на свободном рынке, либо у государства получить эту квартиру на основании этого ваучера. То есть он описывал подробно механизм того, как жители Херсона, которых они сейчас угоняют, будут получать жилье. И дальше он сказал важный, вот мелочи надо смотреть, да, называется, он сказал важную вещь. Он сказал, мы понимаем, что жители Херсона потеряют также свое личное имущество, и мы за это имущество будем компенсировать. Чтобы они смогли купить эти вещи себе домой. И вот, внимание, вопрос тогда. Какое имущество? Почему потеряют? Что случилось? Если вы, Россия, рассказываете, что это Россия Херсон, то есть вы не собираетесь его возвращать больше от Херсон никогда, правильно? Раз какое-то имущество эти люди, которых они увезут, куда-то потеряют. В чем вопрос-то? Или вы собираетесь ядерную бомбу сбросить на Херсон, и поэтому они потеряют это имущество. В чем? Почему жителям Херсона, давайте вот так, вот Херсон, город, ну или область, не знаю, про какой регион мы сейчас говорим, потому что сегодня Сальдо упоминал 4 района, да, какие-то, которые не относятся к городу Херсон, а относятся к Херсонской области. И, внимание, вот для этих жителей, первое, мы собираемся вывести 40-50 тысяч человек, это пункт первый. Второй, Хуснулин говорит, мы им дадим там квартиры в удаленных регионах России, он это сказал, вместо этих... Краснодарская, Миша, я перебью, извините, это Краснодарский край, Белгородская область, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская. Вот об этих властях речь. Дадим им там квартиры. И еще компенсируем им утрату личного имущества. Что произойдет с личным имуществом, с квартирами этих людей? Если Россия не собирается освобождать, или собирается, наверное, освобождать, она все-таки собирается взорвать это все, ну вот в чем дело? Затопить, взорвав дамбу Каховскую, тоже вариант, правильно? Потому что вот те регионы, которые... Вот ходят такие слухи, что он может такое планировать. Насколько это реально, с вашей точки зрения, что они могут попробовать взорвать дамбу? Вот именно же те регионы, которые перечислял Сальдо, которые подлежат, по их мнению, этой эвакуации, это то, что и будет затоплено в случае подрыва дамбы. Вот тут начинается снова и дальше следующее. То есть досюда, смотрите, вот из этих нескольких слов нескольких людей складывается цельная картина. Дальше цельная картина того, что они собрались как-то уничтожить имущество и квартиры этих людей, которых они, типа, как эвакуируют. Как они их собрались уничтожать? Просто нанести ядерный удар? Возможно. Дальше вариант с этой дамбой. А как они собираются уничтожать и зачем? Это большой вопрос. Потому что если уничтожить эту дамбу, то первое, что произойдет, вот первое, что произойдет, это Крым лишится водоснабжения. Теперь вот этот вариант с подрывом Каховской дамбы. Почему у нас вообще возникли такие подозрения? Потому что Суровикин в своей речи, где он, как всегда, в нынешней российской манере, все симметрично говорил. То есть то, что правда про Украину, он говорил, как его про Россию. И наоборот, заметили, да? Он говорит, каждый день теряют 600 человек на фронте. Это он про Украину. Хотя это Россия теряет 600 человек. Ну и так буквально по каждой позиции, если вы посмотрите, все абсолютно симметрично. Но вот он говорит, Украина собирается взрывать Каховскую дамбу и применять запрещенные виды вооружений. Помните? Если все это отнести к Российской Федерации. Российская Федерация собирается взрывать Каховскую дамбу. Окей, тогда объясняется, зачем им эвакуация. Тогда объясняется, почему какие-то ваучеры на квартиры, почему утратят личное имущество. Если взрывать Каховскую дамбу действительно. Но зачем ее взрывать? У меня просто для меня загадка. Ведь это смоет российские войска, в частности. Это затопит Херсон. Ну отчасти на какой-то достаточно сильно. Но самое интересное, это уничтожит водопровод в Крым. О котором так долго говорит Путин с Илоном Маском. Требуют водопровода в Крым. Но взорвав эту дамбу, они лишаются Каховского водохранилища. Которое, собственно, и создавалось для того, чтобы снабжать водой Крым. Ничего не понимаю, честно. Зачем им взрывать эту дамбу? Я не понимаю. Может быть попытка отмыться перед внутренним вот этим электоратом, так что не доставайте же никому? Ну возможно, потому что единственное, что говорит в их пользу, ну в смысле в пользу того, что они на это способны, это взрыв Северного потока. Ведь они его взорвали все-таки, да, этот Северный поток. Может и Каховскую дамбу взорвут. Что тоже, кстати, инженерно непростая история. Потому что что взрывать-то? Саму дамбу попробуй взорви. И шлюзы, раньше они могли их взорвать, но после того, как мы разбомбили мост над шлюзами, они засыпали, насколько известно, засыпали просто эти шлюзы, ну какими-то наполнителями. И получается, что тоже не так просто. Что там еще безъядерные бомбы попробуй взорви. Тоже вопрос. Что они там задумали? Но, мне кажется, тут как бы гадать, мы-то с вами можем себе позволить чисто в плане, так сказать, любопытства и даже не знаю, как эту науку назвать. Ну такая биология изучения россиян, да, не знаю, как это, да, там, изучение поведения россиян. Для насекомых. Да, вот именно на уровне жизни насекомых. Но военного смысла это все равно все не несет. То есть нашим военным, я не думаю, что для них там это все имеет какой-то смысл изучать. И я думаю, что они это не особо на это смотрят, не особо на это, не особо это слушают. Воспринимают это как отвлекающие слова, отвлекающие жесты, мне так кажется. Наше и политическое руководство, и военное. А мы на уровне вот комментаторов и журналистов можем в качестве любопытного умственного упражнения пытаться вычислить, что же имели в виду эти люди. Вот, по-моему, и все. Есть огромная проблема, как мне кажется, ну, по крайней мере, так говорят эксперты. Смотрите, уже который день, третий, четвертый, вот эти иранские дроны, круглотно-таки, точечно они пытаются добираться в душе. И военные эксперты говорят о том, что, ну, это таки проблема. Это таки проблема, потому что они не очень подвигаемые для ПВО, попадают на низких высотах, и прочее прочее. Вопрос тут один. Как думать западной формии? Отправлять на тему, давать нам дальнобой, давать, ну, сделать эту помощь намного активнее. Или сделать, потому что, что не говорите о темправ, вот эта попытка сверотворить зверя, да, ну, она не делает зверя меньшим зверям. Ну, к сожалению, видимо, еще займет какое-то время. Например, Израиль сегодня, насколько я нашел, уже официально отказался поставлять любые вооружения снова в Украину. Миша, вот по ходу. Вы же хорошо знаете жизнь Израиля, знаете Израиль. Вот там же какой-то министр сначала разбудился, когда услышал про израильские. И сказал, ах так, тогда мы знаем, на чьей мы стороне. В этом раз и... Да, Нахман Шай выступил в поддержку того, министр по делам диаспоры, в поддержку того, чтобы выделить оружие Украине. А потом Бенни Ганс, если меня не обманывают телеграм-каналы, заявил, что нет, ничего такого не будет. Но это министр обороны, он сказал, это в моих полномочиях, я решил, все, не будет никаких поставок. Почему? Это как раз, знаете, логично. Дело в том, что Израиль себя же не считает Европой ни в коем случае. Не считает себя частью вот этого до конца западного мира. Израиль азиатская страна на границе Азии и Африки. И ее больше интересуют конфликты в Азии и Африке. Ну, это вот как мы не поставляли оружие ни Эфиопии, ни Тиграю в момент начала войны между Эфиопией и Тиграем. Война идет даже третий год, наверное. Может, второй, может, третий год. Я думаю, что опросить украинцев, вы бы кому скорее дали оружие, Эфиопии или Тиграю? Мы бы как бы сильно задумались, да, кто это и где это. Так и для Израиля это все очень далеко. Это не в их карте реальности, назовем так. Вот эта вся война между Россией и Украиной. Я сейчас говорю не про русскоязычных, израильтяных, естественно, которые многие из Украины сами, а кто-то из России. Но они же меньшинство. Большинство это люди там, уроженцы тех мест. Азии, Африки или уже родившиеся в Израиле. И для них важнее, вот для них война между Эфиопией и Эритрией, кстати, она сильно важнее. Они знали, что они помогали Эритрии. Моссад ездил, инструкторы ездили, все в Эритрию. Потому что это важно, Эритрия важна. А Украины нет. И они говорят, ну зачем мы будем ввязываться в войну, которая где-то там за далекими землями и океанами у непонятных людей с севера белых там происходит. Такое у многих отношение. Тем более, что справедливое в каком-то смысле. Они говорят, ну как, у нас страшные проблемы. Мы воюем одновременно с десятком стран. Да, сейчас пока война холодная, но она постоянно обостряется до горячей стадии. Почему мы должны вот оружием вмешиваться куда-то, где нам только влетит, потом пользу мы от этого не получим. Но все-таки Израиль – страна другого мира. У нас есть 53 страны, кстати, Израиль туда входит. Почему Иран помогает тогда далеким белым людям? Значит, Иран не совсем так. Иран помогает, он не помогает, он продает. Это не рассматривается. Да, он помогает очень сильно. Большая проблема. Второе. Иран, Хизбалла и Россия – это такой треугольник, давно работающий вместе. Они в Сирии сотрудничают. Они отдали своим партнерам фактически. Тем более, что, скорее всего, не Иран, а корпус стражи исламской революции. Корпус стражи исламской революции, у него есть инструкторы, они работают в Сирии. В Сирии. Их постоянно, кстати, Израиль бомбит, этих представителей корпуса стражи исламской революции. Периодически генералов иранских убивают прямо в Сирии и в Ливане. Израильтяне убивают. Так вот, там российские войска в сотрудничестве с Хизбаллой и с Ираном выполняют общие задачи. Поэтому они спокойно могли, даже этих инструкторов, которых они привезли в Херсон, они их могли из Сирии привезти, а не из Ирана. Понимаете? Поэтому это давнее сотрудничество. Тем более между ЧВК, там вот эта вся история, это могло ЧВК купить у корпуса стражей. Поэтому для них это все их часть. А для Израиля далеко. Ну давайте, зачем мы должны полагаться на Израиль, который такой маленький совсем, который меньше, чем Крым. Понимаете? Израиль меньше, чем Крым. Да, конечно. Основное это Соединенные Штаты Америки, чтобы мы не говорили. И Европа. Нет, и Европа. Евросоюз по масштабам это тоже, как еще одни Соединенные Штаты Америки. Ну хорошо, по военным может быть меньше, но сумма армий европейских тоже большая сила. И у нас есть вот раз союзник, два союзника. И еще в Азии у нас есть Япония с Кореей, между прочим. И еще у нас есть Австралия. И все эти люди нам помогают реально. И вот встал вопрос. Иранские дроны. Я думаю, что решение военное будет найдено достаточно быстро. Почему-то я вот в данной ситуации, вы знаете, верю в заложного, верю в ВСУ. В каком смысле? Вот это же в чем проблема? Это когда-то вся ПВО так и выглядела. Зенитные пушки. Бум-бум-бум. Стреляют. Они стреляют. Раздается взрывы. Такие в воздухе. Да, и самолеты летают между этими взрывами. Попало случайно? Попало. Никто даже не целился особо. Просто стреляем в небо. Вот. Просто давно не было таких самолетов. Это же самолеты медленные, винтовые, нереактивные. Самолеты, летающие на малых высотах, там, ну хорошо, несколько километров. И туда достают зенитные пушки. И все, что нам нужно, это ровно такие зенитные пушки. Сейчас нам нужно их достать со складов, если они у нас есть. Если их нет у нас, они есть в ГДР. Они есть в какой-нибудь Польше, Чехии и так далее. Это зенитные пушки. И наши их поставят. И я уверен, что эта система обороны именно от дронов, она будет быстро и эффективно построена. Ну да, займет какое-то время. Гораздо опаснее ракеты, которые Иран собрался поставлять. Вот это, вот это проблема. Потому что дроны не такая проблема. Дрон это 40 килограмм взрывчатки. Дрон хоть и летит на тысячу километров, но летит очень медленно. 100 километров в час. Сколько? 180 я читаю. Ну, бездать себе, дрондулет. Это вот любительский самолет. Да, действительно. Да, любительский самолет Сесна, в принципе. Вот летаешь на такой же скорости. Это очень медленно. И поэтому он будет сбиваться зенитками легко. Это все равно, что на У-2 воевать. Помните, фанерные У-2, там все вот это. Ну, они же фанерные, кстати. Вот эти дроны, они без металла сделаны. Фанерная штуковина, там пластиковая. А вот ракета, другое дело. Ракета штука реактивная. Тем более ракеты будут какие-то баллистические на 700 километров. И вот здесь нужно противоядие. И здесь уже не отделаешься зенитными пушками. И даже системами ПВО. Потому что баллистические мы не очень-то сбивали много. Тут нам нужны аналогичные ракеты, чтобы мы били по точкам старта и по Москве. И все. Как только мы начнем бить по Москве, в России попросят. Москвичи выйдут и попросят Путина больше не бить по украинским городам, я думаю. Но для этого нужно бить по Москве. Это небольшая проблема, мне кажется. Ну вот как быстро созреет Запад на то, чтобы дать нам такой льнобой на оружие? За пару месяцев, я думаю, уже созреет. Либо за пару месяцев война закончится, что маловероятно. Либо созреет. Потому что, понимаете, со стороны России в любом случае идет, как можно сказать, отказ от любых правил. Вот тут же в чем вопрос, да? Запад пытается соблюдать некие правила. Пусть иногда писанные, иногда не писанные. И говорит, как только мы их нарушим, понимаете, ну ведь, получается, мы вызвали эскалацию. Но когда Россия их нарушила, то все, ну пусть не писанные правила нарушила, то уже это не называется эскалацией. И Запад всегда симметрично начинает нам что-то поставлять. Россия ударила, помните, мы получили Хаймарсы, по-моему, после того, как Россия ударила по торговому центру. Вот торговый центр, Хаймарсы. Вот они сейчас что там, Каховскую дамбу взорвут, ракеты, ну условно. Кстати, уже за энергосистему нашу, это уже ракеты. Это уже ракеты дальнего радиуса действия. И мы не удивимся с вами, если выяснится, что они уже на фронте, и завтра они начнут работать. Нам же никогда заранее не говорится, да? Хорошо, не на 700 километров, но вот эти Хаймарсы, которые модификация на 300 километров, может оказаться, что они уже на фронте сейчас. Кстати говоря, мы вот с вами только что вы сказали позицию Израиля по... Я вот читаю прям последнюю свежую новость, что сказал глава израильской позиции Метаньягу, известный на политический директоре. Идею позиции израильского оружия в Украине, так как она может оказаться на фронтах Ирана. А что же имел в виду он, Метаньягу? Что за такая странная история? Нет, Метаньягу, он личный друг Путина в каком-то смысле. Ну, как друг у Путина, не бывает друзей. Но... Вот я читаю цитату. В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили на одно поле боя, в конечном итоге окажется в руках Ирана. У Метаньягу есть определенная репутация в Израиле. И да, у него много сторонников, безусловно. Но при этом репутация его – это человек, который врет всегда. Вот как у Путина, например, репутация. Он, конечно, вообще даже не Путин, потому что он демократический лидер, демократически избиравшийся много раз, много раз, имеющий шансы избраться в премьер-министр буквально через две недели. И человек, который сделал для Израиля, ну, просто там, входит в, безусловно, вот как у нас Зеленский занял второе место среди самых великих украинцев, то, безусловно, Метаньягу входит в десятку самых великих израильтян, как бы там к нему не относились по разные политические стороны, по тому, сколько он сделал для страны, находясь на посту и премьеры, и других государственных постах. Тут не надо его ни в коем случае принижать. Но у него есть такая манера жить, где он очень много врет, это как бы про него известно. За словом в карман не лезет. И прошлый его кампейн рекламный был в том, что вот его билборды на стенах огромные, это Нетаньягу с Путиным, с Путиным, понимаете, вдвоем. И написано Нетаньягу, это типа высшая лига, условно говоря. Вот типа, смотрите, ну, типа вы все конкуренты мелочи, а я высшая лига, я с самим Путиным общаюсь, понимаете, что для него означает Россия и Путин. Поэтому, если к власти там придет Нетаньягу, то, безусловно, ни о какой помощи со стороны Израиля и Украине уже речи быть не может военной. То есть, когда говорят, что он пророссийский, это абсолютная правда. Ну, не абсолютная, нет. Понимаете, Израиль не является пророссийской страной в целом. Поэтому там Венгрия может быть пророссийской. Израиль не может быть пророссийским, потому что он проамериканский. И Америка там всегда на первом месте в любом случае. Америка – это как бы стратегическая ставка. Но дальше есть тактические ставки каждой из партий. Вот эта партия ориентируется там на Россию, это на то, это на сё. Он лично даже на Путина, даже не на Россию Нетаньягу, лично на Путина, он считает, что он умеет, он, кстати, правда очень хитрый человек, очень умный, образованный. И действительно, во многих, я думаю, во многих случаях он переигрывал Путина политически для Израиля, к выгоде Израиля. То есть это нельзя сказать, что он тут подчиняет. Это не Орбан, который ему присылают методичку из Кремля, и он её зачитывает. Ни в коем случае так нельзя сравнивать. Нетаньягу – это действительно другого веса совершенно и влияния человека. Но он будет ориентироваться, да, на Путина, и не собирается с ним ссориться. Он считает, что это выгода Израиля в этом. Он извлекает для этого выгоду для Израиля. В последнее время в западных СМИ появилось очень много публикаций о том, что Запад должен определиться со своей новой стратегией на будущее. Не только по отношению к Украине, а в принципе. Потому что вся послевоенная стратегия, которая была нацелена фактически на умиротворение агрессора, на недопущение Третьей мировой войны, она сегодня не работает, потому что весь мир как бы разделился на два лагеря. Страны, у которых есть ядерное оружие, и страны, у которых есть ядерное оружие. Кто здесь, Михаил, может быть в будущем третейском соединении? Пропал звук на самом вопросе. Что здесь, Михаил? Ужас. Михаил, кто здесь может быть третейским судьей? Ну, какого же сейчас третейский судья-то в этом мире не получится, вы знаете, потому что нет сверхъядерного оружия. Одна из последних новостей сейчас, которые я читаю, о том, что ракета российская прилетела бы в Ивано-Франковскую ТЭС, Буштенскую, и там сейчас пожар. Его тушат, естественно. Но если они пойдут так дальше по ТЭС, как они идут там, например, последние пять дней, то, конечно, в обычном ритме, как Запад принимает решение, это быть не должно, как мне кажется. Потому что за месяц враг может много успеть. Возможно, сейчас нужно сделать какие-то шаги нетривиальные для того, чтобы ускорить весь процесс. Ну, какие у нас такие уж прям шаги. Если Россия захотела так себя вести, к сожалению, она будет так себя вести. Я, к сожалению, думаю, что нам надо с вами готовиться к тому, что зима действительно может быть трудной и сложной. Вместе с тем, есть надежда на то, что россияне сами обрушатся, вот это сама их система. Они системно не умеют работать, у них не получается. Ну, просто вот, ну, не получается, не работает, как ни крути. Все их, даже самые удачные планы, наталкиваясь на какую-нибудь очередную глупость и все срывались. Вот сейчас они какими-то ракетами чем-то попали. Чем они попали? Откуда они стреляли? Вот что-нибудь сейчас с этим случится, я не знаю что. Что касается Запада, что он может сделать? Давайте, ПВО это не поможет. Ну, просто не поможет. Потому что не бывает такого ПВО, которое остановит все ракеты. Не бывает такого ПВО, которое спасет все эти ТЭЦ на огромном теплоэлектростанции на такой огромной площади. Просто это не существует. Поэтому я верю только в ответные удары. Только в ответные удары. Только сделать им так больно, чтобы они перестали этим заниматься. Вот другого я просто не вижу решения. И да, для этого нужен Запад, чтобы он такое решение принял. Что, например, страшный удар. Ну, окей, вы пока не готовы вступать в войну, это же не ядерный удар, да? Но предоставьте нам такие вооружения, чтобы вот, не знаю, блокаду Москвы устроить. Блокаду Москвы. Взорвать все мосты. Причем объявим, все мосты будут взорваны. До свидания. Никакой железнодорогой больше поезда в Москву ходить не будут. Мы можем это обеспечить? Можем. В смысле, такие вооружения есть на Западе. Просто они есть физически. Их нужно только нам дать, и мы это жахнем, и все. И пусть они после этого попробуют тронуть хоть одну нашу теплоэлектростанцию. И вообще-то подобного рода решения принимались, собственно. Что такое, когда я уже упомянул, в Боснии войну остановили? Это блокада Сараева, когда люди остались там без еды, без воды и так далее. Прилетели натовские самолеты и сказали, снимайте блокаду. И разбомбили сербов, и все. Вот так, что и нужно. Мы же говорим, не тотальная война с Россией, но давайте ударим только по точкам старта этих ракет. И все, больше ничего. Это уже будет хорошо. Спасибо, Михаил. Друзья мои, напоминаю, мы подписываемся на YouTube-канал Михаила Шейтримова и на YouTube-канал Власть Влащенко, потому что только там вы найдете самое острое, самое обсуждение самых острых вопросов и самые свежие новости. Спасибо, Михаил, большое. Слава Украине. Героям слава. Спасибо. Спасибо.